Всем привет! С вами Татьяна Кузьмина и сегодня я буду готовить имбирный напиток. Это очень вкусный и очень полезный напиток, особенно при простудных заболеваниях. Вот сейчас у нас период сезонной заболеваемости гриппом, ОРЗ, простудными всякими болячками. И вот этот напиток нам помогает восстановиться, потому что он обладает способностью повышать иммунитет, защитные силы организма. И кроме того, мы все знаем, что имбирь это хороший жиросжигатель, так что девушки стройнеющие, берите себе на заметочку. Прям очень классная штука, очень классный напиток. Ну что, давайте приступим к изготовлению данного напитка. Для этого рецепта нам понадобится имбирь, корень имбиря, вот так выглядит, вот эта штуковина, такая страшнючая. Мне на чем-то сейчас напоминает желудок, форму желудка, но вообще разные вот такие вот формы бывают у данного корня, и он тогда отпочковывается. Вот видите, я уже готовила подобный напиток. Понадобится нам лимон и мед, и горячая вода. Что мы будем делать? Имбирь необходимо почистить. Видите, он должен быть вот такой светленький. Мы сейчас снимем кожицу, кстати говоря, вот здесь очень удобно его очистить. Давайте эту штуку отрежем. И просто берем его вот так вот ножом очищаем. Не надо слишком много, несколько слайцев будет достаточно для приготовления напитка нашего. Так, это все сюда убьем. Вот так, наверное, будет достаточно. И просто берем, и вот такими тоненькими-тоненькими дольками мы навязаем наш имбирь. Ну, не знаю, сколько тут слайсов получится. 6, 7, 10. Это на где-то полтора литра жидкости. Вот такой объем, такого количества. Нормы какой-то особой здесь нет, но если вы хотите, чтобы читался очень хорошо имбирчик, то можно взять и побольше. Здесь я его не очень хорошо зачистила. Всю кожуру с него нужно снять. Ну вот, несколько слайсов. Давайте еще. Пусть он будет такой понасыщенный. Вообще имбирь, он достаточно, знаете, такой пряный. Он даже, я бы сказала, немножко такой термоядерный. С перчинками, с такими. Но это и хорошо при заболеваниях. И что, я беру вот такой графин. Вы знаете, на самом деле, расскажу сейчас вам историю. Это графин из компании Faberlic. У нас есть не только косметика, парфюмерия. У нас есть также и одежда, и чистящее, моющее средство. И у нас есть посуда для дома, сковородки, различные приспособления для дома. Вот такая посуда, тарелочки. Графинчики, стаканчики. Вот это вот все. Я купила 6 стаканчиков таких. Очень классные. И вот такой графин приобрела. Графин чем хорошим? Он с крышечкой. И здесь объем где-то, ну, 1,7, наверное, или полтора литра в нем. Честно говоря, сейчас не помню. У нас есть даже отдельный каталог. Дом Faberlic. И здесь, на самом деле, представляет его Юлия Высоцкая. На самом деле, много-много чего. Вот такая сушка у меня есть. Всякие терочки. Всякие приспособления для кухни. Наши помощники. Формы для выпечки. Есть у меня вот такой миксер. Классная штука для того, чтобы делать различные коктейли. Такая вот форма. Тоже очень удобная. Она с крышкой идет сверху. Ножи, терки, всякие. Ну, в общем, очень-очень много всяких разных помощников на кухне. Вот видите, всякие щипчики, всякие поварешки. Вот про эту форму я вам говорила. Вот эта форма стеклянная, она идет с крышкой. То есть, очень удобно будет, если осталось что-то, то прямо в этой форме накрыть крышкой и хранить. Вот такие штуки. В общем, у нас очень много всяких разных приспособлений для кухни. И вот я приобрела такой классный, он очень мне нравится, графинчик. И в него я сейчас буду складывать наши слайсы неверные. Вот примерно на такой объем. Вот где-то на дне у меня этих слайсов. Что еще мне понадобится? Мне понадобится лимон. Лимон я не чищу. Я просто срезаю носик у этого лимона. И несколько долек лимона тоже добавлю. Если хотите кислинки побольше, можно побольше добавить. Хотите не очень ярко выраженную кислоту? Несколько там, а две-три долечки. Вот сюда тоже все я поместила. И что? Сюда же я помещаю мед. Сколько меда у меня мед заканчивается? Ну вот где-то вот таких две, может быть, три ложечки будет достаточно. Сюда же я их прям вот сюда размещаю. Единственное, что мед у меня заканчивается, надо брать новую банку. Но уже использую все, что здесь есть, мне этого, в принципе, количества хватит. У меда здесь у меня две чайные ложки есть. Если будет мало, потом по вкусу можно будет еще добавить. Мне кажется, что это вполне достаточно, чтобы не был такой достаточно приторный напиток. Я не люблю слишком сладкое, приторное. Вот. Давайте еще. Все так хорошенечко соберем, чтобы уже потом не начать новую баночку с медом. Мед у нас тоже домашний. Это мы... Не сами, конечно, у нас нет пасеки, но мама всегда покупает у знакомого, который занимается медом, у которого есть своя пасека. Так, все, натуропродукт. Жаль, что не выращиваем имбирь и не выращиваем лимон. Хотя лимон тоже можно вырастить на подоконнике. Так. И сейчас мы берем наш графин. Я уже светила воду. И прямо из чайника я наливаю этот графинчик, заполняю водичкой. У меня чайник термос. Он такой достаточно интересный. Долгое время хранит температуру. Ну так, не то, что долгое время, а постоянно он поддерживает температуру 90 градусов. У него здесь крыша действительно как у термоса. Вот видите, я прям практически полностью заполняю весь объем графина жидкостью горячей. Сейчас я накрою. Это Ричи. Он у меня хулигранит. Он же у меня всегда помогает. Все, что я делаю, то и он за мной повторяет делать. И еще сверху можно накрыть дополнительно вот чем-то таким полотенцем. Или вот такой специальной накидушечкой. Вот. И оставить, чтобы данный напиток настоялся где-то минут 5-10-15. Я его в сторону поставлю. А с вами хочу еще поделиться такой штукой. Если у вас нет под рукой лимона, нет под рукой имбеля, какой выход можно найти? На самом деле, имбирный напиток уже есть готовый. И тоже в нашей компании. В составе этого имбирного напитка имеются экстракты меда, лимонника и здесь, естественно, имбирь. Порошок имбиря. Это порошкообразная такая формула. Его растворить нужно в горячей водичке и пить как чай. Эффект будет тот же, оздоровительный. И здесь уже без всякого геморроя, что называется, без заморочек. Взял, растворил и выпил. То есть не надо резать лимон, не надо чистить имбирь, не надо его резать и так далее. Вот. Хотите, если удобна такая формула, можно применять и в таком варианте. Особенно удобно, когда вы находитесь не дома, например, а где-то на работе. Или где-то в каком-то другом месте. И чувствуете, что как-то вас немножечко так познабливает, например. Или первые признаки заболевания какие-то уже начали чувствовать. Вот. Сделали себе напиточек и все прекрасно. И еще я вам хочу рассказать о лимоннике. Вот, девчоночки, у меня варенье из лимонника. Лимонник это такая ягодка красненькая, мелкая-мелкая. Знаете, чем-то она напоминает ягоды рябины по своим размерам. По краске он более, конечно, яркий, чем рябина. И растет он такими гроздьями, как виноград. Вот. Лимонник китайский мы на самом деле привезли из Дальнего Востока. Потому что в свое время мы служили на Дальнем Востоке. И там, конечно же, лимонник этот очень хорошо распространен. И когда мы его привезли, а история там тоже очень интересная была, как мы его перевозили. Мы его везли в самолете, в Ту-144, как сейчас вспомню, в 90-е годы. И тогда нас пропустили даже с этим кустом в самолет. А это был действительно куст такой, причем, ну, достаточно длины, где-то метра полтора, наверное, вот такого размера. В общем, мы его привезли из Дальнего Востока, посадили у мамы в огороде. И он у нас очень долгое время просто рос, не плодоносил. Просто были одни листья. И сначала он как-то долго приживался, потому что поменялись климатические условия. Они могли для него найти какое-то подходящее место. То его на солнце сажали, то, наоборот, в тени его сажали. В общем, выбирали для него наиболее удобное место. Потом определились, когда уже с местом, где ему комфортно. Он еще, наверное, лет пять у нас не плодоносил. И потом в какой-то момент он начал плодоносить. И сейчас он каждый год просто такой обсыпной, вы не представляете. Ну и, в общем, возникла проблема, куда же его девать, такое огромное количество ягод. И я решила, что буду варить варенье. Вернее, даже не я решила, а мне супруг предложил. Он говорит, давай сделаем варенье. И вот каждый год я теперь варю варенье. И это незаменимое такое у нас стало средство. Особенно, когда вот такая простудная погода начинается. Да и вообще у меня, в принципе, даже не в простудную погоду, а с точки зрения профилактики, он часто делает себе такой напиток, типа морсо разводит водой этот лимонник и пьет. Лимонник очень полезный. Он повышает иммунитет, защитные силы организма. Сейчас вам еще раз покажу баночку с вареньем, которая у меня здесь имеется в заначечке. Сейчас прям отрую. У него очень много косточек. Здесь уже форма ягод не сильно так сохранилась. Много косточек. Девчонки, оно очень ароматное. И оно своеобразное такое у него есть вкус. Интересная такая ягодка. Вот я в маленькие баночки рассовывала, и мы его применяем. Ну что, вкусный имбирный напиток готов. Приятного аппетита. Я сейчас попробую. Девчонки, как это вкусно. Это и вкусно, и полезно. И я уже о целебных свойствах вам рассказала данного напитка. Обязательно воспользуйтесь этим рецептиком. Ну, а если покажется вам несколько замороченным приготовить такой напиток, то можно воспользоваться уже готовой формой, которую я вам ранее тоже рассказала и показала. Если видео вам понравилось, ставьте лайк. Если не подписаны еще на мой канал, подпишитесь. Не забудьте нажать на колокольчик. Говорим вам до следующих встреч. С вами на связи была Татьяна Кузьмина. Субтитры сделал DimaTorzok